МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, не высказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99,1 ФН. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Также радио NVC. Начать хочу, как всегда, со слов благодарности нашим радиослушателям. По-прежнему поступают ваши пожертвования для того, чтобы поддержать наше радио. У меня не хватает достаточно слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Это настолько трогательно. Спасибо вам огромное и низкий-низкий поклон. Спасибо. Это первое. Второе. Вот информация, поскольку в нашем штате принят закон, теперь во все общественные места можно заходить только при наличии масок. Мордой лица. Да. А посему? Никуда не пустим, магазин, ни в какие-то... Ну, то есть могут даже не пустить. Поэтому есть необходимость в масках. Их и похоже, что это правило не так скоро отменят. Но похоже на долго. Мы еще к этому вернемся к закидону нашего Прикстера. Так вот, я сейчас назову номер телефона, приготовьте бумагу и карандаш, где вы можете купить недорогие маски. Там есть обычные хирургические, вот такие, знаешь, которые... Да-да. Ну, а есть такие, которые КН-95, такие уже модерновые, многоразовые, так называемые. Так что, друзья мои, запишите телефон 847-827-7100, 847-827-7100. Вот маски двух видов. Обычные такие традиционные хирургические, но простые маски и более сложные. Ну, соответственно, наверное, и цена меняется. Так что, пожалуйста, обращайтесь, покупайте, потому что никуда от этого не деться. Я не знаю, насколько это полезно, насколько это помогает. Это другой вопрос. Это помогает тем, которые эти маски производят. Это 100%. Вот, потому что, опять же, мнения разные по этому поводу. И специалисты высказываются с диаметрально противоположными. И самый главный наш специалист, если ты помнишь, Фаучи, буквально в марте месяце сказал, что это никому не надо, эти маски носить. Вообще его удивляет, что люди, даже не думая, одевают эти маски и вообще не понимают, что они ничего не делают. Ну, в общем, как бы то ни было, Урал 1984 в полной мере. Ну, я тебе скажу честно, вот я, у меня есть маска, да, причем у меня одна маска в одной машине, ну, в моей машине, одна маска в машине жены, для меня. Почему? Потому что я их одеваю, вот честно, только потому, что иначе могут не пустить. Поверь мне, у меня нет никакой надежды на то, что если, не дай бог, что-то, меня эта маска защитит так или иначе. Ну, поэтому, как бы даже они говорят, что эта маска не для того, чтобы защитить. Все специалисты сходятся во мнении, что эта маска не для того, чтобы защитить тебя, а для того, чтобы от тебя защитить кого-то. Ну, в общем, вот какая-то такая ситуация. Ну, да, у нас есть звонки. Давай примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Добрый день. Про маску я вам расскажу историю, если вы сейчас смеяться будете. Значит, мы прислали на верфире, ну, я не знаю, я же пенсионер. И там несколько масок, а две маски были написаны, можете использовать их, а в 10-15 раз можно их постирать. А под низом написано, эти маски не предохраняют вас от инфекции, пользующие им на свой риск, как хотите. Вот так написано, пирочка была наклеена. Да, 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 да. Компания, компания, так сказать, предусмотрела. Все на себя безопасно. Чтобы их не судили, а то сердобольные адвокаты так с ворой накинутся и начнут судилища, рядилища. Да, да. Вот примерно такая ситуация. Значит, Прикстер наш, во-первых, он предупредил нас, что переход через границу штата чреват последствиями. Это опасно. И мне сразу вспомнилась советская граница. Мы там просто стреляли, если через, говорит, а здесь слава богу, смотри, какой прогресс демократы. Какой прогресс, они просто говорят, что нельзя переходить через границу штата. Это опасно. Тебе это вспомнилось, а мне вспомнился джентльмены удачи. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. Добрый день. Добрый день. Добрый. Да, уже много месяцев эксперты говорили о беспрецедентном и безобразном противостоянии демократической партии президенту. Так вот, в последнее время их риторика изменилась. Теперь в открытых говорят, в Америке идет настоящая гражданская война. С одной стороны, демократическая партия, CNN, Washington Post, New York Times. Ну, на самом деле, как бы вы говорите, то, что на поверхности лежит, это такая холодная гражданская война. Как ты думаешь, New York Times и Washington Post очень сильно будут переживать по поводу потери, может быть, Пурлицевской премии? За то, что они три с половиной года врали о населении. Вообще, следовало его отобрать. То, о чем сейчас говорят. Хотя бы официально. Вот просто официально сказать, ребята, не заслужили. О чем сейчас говорит Анатолий? Подкармливая нево-трамперов, подкармливая демократов, которые голосовали за Обаму и собирались голосовать за Хиллари Клинтон и голосовали за Хиллари Клинтон, значит, все средства массовой информации вдалбливали в неокрепшие мозги ложь. Самое, что ни на есть, стопроцентную ложь. Для этого они использовали высокопоставленных чиновников разведсообщества. Клэпер, Коми, Брэннон, Маккейб, вот все эти люди. Йейтс, Сюзан Райс, Саманта Пауэлл. Все эти люди выскакивали, как черт из табакерки, на все телеканалы по несколько раз в день. А еще этот человек со странной внешностью, председатель Комитета по разведке Нижней Палаты Конгресса США, Адам Шифтишиф, который в день 158 раз появлялся на телевизоре и заявлял, у нас есть неопровержимые доказательства того, что Трамп колудит с русскими, с русскими колудит. А вот сейчас достоянием гласности стали документы, протоколы слушаний в комитете, в этом самом фрикен комитете по разведке, который возглавляет этот самый фрикен Адам Шиф. И оказывается, что все эти официальные лица на вопрос, есть ли у вас доказательства или факты, или свидетельства того, что компания Трампа сотрудничала с Кремлем. И каждый из этих ублюдков, простите, нельзя такое слово употреблять, но очень хочется, каждый из этих официальных лиц под присягой говорит, нет, у меня нет таких фактов, у меня нет никаких этих, ничего-ничего. И тут же выскакивал на телеканал и рассказывал совсем другую историю. То есть половина населения Америки оболванили, причем они с радостью оболваниваются. Они по сей день, если ты посмотришь, там есть русские новотрамперы в Фейсбуке, идиоты, конченные, уже все факты налицо, уже официальные документы, уже не просто там какой-то политик рассказывает, там какой-то конгрессмен, который видел документы и говорит, что, ребята, все это ложь и провокация. Нет, то, что стало уже официально достоянием гласности, их все равно в этом не убеждают. Они все равно по-прежнему уверены, что Трампа в Белый дом посадил Путин. А теперь еще вскрывается информация, что, оказывается, коммунист, исламист Джон Брэннон скрыл информацию, развединформацию, добытую разведчиками, которая говорила о том, что Кремль помогает на самом деле Хиллари Клинтон. Ну, было бы странно, если бы он эту информацию не скрыл. Да, но она у него была еще до того, как начали расследовать. И вот после всего этого, ну, один у нас есть хороший знакомый, юрист с экономическим образованием. Большим. С высшим экономическим образованием. Я ему говорю, слушай, это же заговор, заговор на лицо, ты посмотри. Какой заговор? Ну, что значит заговор? Один адвокат просто там исправил немножко имейл на Картера Пейджа, что, дескать, он был агентом. Для него это нормально? Да. А какой-то заговор? Ну, да. Да, когда все спецслужбы точно знают, что никакого сговора с русскими не было, и в то же время они толкают, толкают. Мало того, они открыли расследование официальное. Они открыли официальное расследование и получили в Файзакорд разрешение на прослушку компании Трампа. Хотя точно знали, что ничего за этим не стоит. Они сослались на досье Стилла, который за полгода до этого давал показания в суде в английском дважды и сказал, что он не может подтвердить ни одного пункта из этого досье. А на самом деле Хилари Клинтон, это вот королева, принцесса, это вот обожаемая демократами, самая популярная демократка во всей Америке, заплатила бабла там, ну, через посредников, через юридическую фирму, через Fusion GPS, заплатили бабла Стиллу. Стилл связался со своими братками в КГБ, ФСБ. Дескать, пацаны, есть тут такая тема, давай-ка что-нибудь. Перетрем и посмотрим, что ему придет. КГБшники впулили им туфту, получили за это тоже отказ. Стилл эту туфту пустил в Министерство юстиции, покойному Маккейну и ФБР. И вот все эти люди, четыре аппликейшн было подписано на разрешение шпионить за компанией Трампа. И все до одного из этих людей, ответственные сотрудники спецслужб, знали точно, что за этим ничего нет, кроме желания не допустить Трампа до избирательного, до президентства. И тем не менее, они пошли на подлог, они обманули Корт, хотя Корт рад был обманываться, как выясняется, и получили разрешение. И вот при всем при этом, при всей этой информации, это уже не теория заговора. Это я сейчас обращаюсь специально к нашему другу-юристу с высшим экономическим образованием. Это уже не теория заговора. Если ты, конечно, только CNN смотришь там, Вашингтон Компост или Мэйли Дейл, может быть, там об этом не пишут. Ну, есть другие источники. Так вот, несмотря на все это, они продолжали, потому что это заговор, потому что у них одна единственная цель, не допустить до президентства Трампа, после того, как он был избран, попытаться его свергнуть путем дискредитации, обливания его грязью, и, может быть, довести до импичмента. Не получилось. Так вот, наш юрист по-прежнему уверен, что это, что я говорю о теории заговора, что на самом деле никакого заговора не было. Это просто такое стечение обстоятельств. Так получилось. Так получилось. Ну, и есть процентов, наверное, 20-25 русскоговорящих, ну, часть из них просто традиционно голосует за демократов, ну, это понятно, это такое стабильное такое состояние, тяжелое стабильное состояние. Да-да. Уважайте себя. Ну, я тебе скажу, есть... Давай, примем звонок, я потом. Добрый день, вы в эфире. Есть... Добрый день, в эфире. А, добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие наши просветители, как вы считаете, вот этот трещий пакет помощи, неужели Трамп вынужден будет принять? Мы к этому обязательно вернемся. Конечно, чуть позже. Обязательно, обязательно, да. Ты понимаешь, у этого вот нашего друга общего есть в подписчиках еще один вот такого типа друг, я не буду называть его имя, это неважно, но он выходец из системы образования университета Дипол. Ну, имя, назову имя без проблем. Илан, есть такой. Так вот, этот... Я не знаю, кто он, я до сих пор не могу понять. Он одно из двух. Либо он подпевал нашему другу, либо он действительно вот так мыслит, так ход мыслей. Когда сказали, что Флину отменили обвинение, ну, вот, Министерство юстиции, отменили обвинение Флину, у человека чуть действительно не снесло крышу. Он большими буквами написал, но он же наврал. Ты понимаешь? Вот как этим людям, как им можно, что им можно объяснить и как им можно объяснить? Ничего не объяснишь. Это тяжелый клинический случай. Ты понимаешь? Министерство юстиции, добрый день, вы в эфире. Ого, добрый день. Да. У меня вопрос, я бы хотел узнать, может вы мне объясните, я на сайте государственно смотрел насчет вакцины HR4 шестерки. Если вы в курсе этого, вы не могли вкратце объяснить, что это такое, там демократы пытаются протиснуть. Спасибо за звонок, Анатолий. Если ты что-то об этом знаешь, скажи, потому что я на сайте слышал. Это просто очередная вакцина, которая находится в разработке, которая пока что еще не получила подтверждения, но демократы, понимаете, сейчас вообще нет ни одной передовой вакцины, на которую бы можно было опереться. Что демократы делают? Вот они выбрали вот эту вакцину. И они сейчас донят на всех углах о том, что до тех пор, пока эта вакцина не будет полностью опробована и готова, мы должны держать страну в заперти. Вот они просто выбрали. Если бы эта вакцина называлась по-другому, они бы делали то же самое. То есть они выбрали вот эту цель. Если ты помнишь, вчера были слушания в Сенате, заслушивали Task Force, но Фаучи отвечал на вопросы и в том числе сказал, что нет никакой гарантии в том, что вакцина будет эффективна. Это его слова. Это самого главного вот гуру, которого демократы периодически носят на руках, то это, то то. Ну, в общем, он сказал, что нет никакой гарантии, что вакцина будет эффективна. У меня возникает вопрос. Ну, как бы вот Прикстер, Куома, Фредов, Ньюсом и прочие там, Гретхам, это, Витмар. Ну, в общем, левачье такое, махровое левачье такое, прожженное. Они говорят о том, что нет, мы не будем открывать Штаты до тех пор, пока не будет изобретена вакцина, пока мы всех не провакцинируем. А Билл Гейт заявил, что идеально вернуться к нормальности можно будет после того, когда мы провакцинируем весь Белый Свет. 7 миллиардов человек провакцинируем. Я попытался посчитать, сколько это денег, у меня не получил, у меня каллигулятор сгорел нахрен. Там столько, а кошечек нет. Вы понимаете, за что бьются эти люди, в том числе и Фаучи из той же команды, друзья с Биллом Гейтсом. Билл Гейтс ведь не зря на треть финансирует всю эту вшивую организацию, которая называется Всемирная организация здравоохранения, во главе которой стоит людоед, поставленный китайцами. Вы же понимаете. Не зря он туда миллиарды долларов впулил, потому что он мечтает провакцинировать весь мир. 7 миллиардов человек. Я говорю, калькулятор сгорел нахрен, пытался посчитать, сколько это денег будет, не получилось. А у него есть суперкомпьютер, поэтому тебе до него не добежать. Поэтому к вакцине я отношусь весьма скептически. Мое понимание на бытовом уровне, как обыватель. Что такое вакцина? Вакцина это искусственное заражение. Искусственное инфицирование. И я вовсе не уверен, что я переживу искусственное инфицирование и не переживу, так сказать, естественное инфицирование. Да, это не смешно, но это правда. И почему они этого тоже не скрывают? Они говорят, что да, ну кто-то может там... А ты мне скажи такую вещь. Почему действительно, если уже на то пошло? Хорошо, вакцина, это, будем говорить так, это контролируемый способ, процесс и так далее. Но то, что сегодня происходит, это тоже контролируемый процесс. То есть происходит, как это называется, избирательный... Процесс, то есть селективный отбор. Селективный отбор. Кто-то прошел абсолютно бессимптомно. Да, кто-то тяжело прошел, кто-то не прошел. Но самое интересное ведь то, что когда-то, ты вспомни, вот давай уберем вот эту всю мишуру политики, была чума, была холера, была испанка, был туберкулез, был этот, как он называется, ой, мамочки... Ну, то есть примерно каждые сто лет какой-то новый вирус, ТИФ, бубонная чума, ТИФ. То есть что-то было, люди, те, которые прошли, становились сильны. Те, у кого иммунная система. Те, у кого иммунная пословица, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот и все. Вот же откуда оно все идет. Значит, мы-то с тобой понимаем. Но наш главный юрист с высшим экономическим образованием не понимает, что за всеми процессами, которые сегодня стоят, стоит политика. Или он делает вид, что не понимает. Он же не глупый парень. Нет, он очень толковый парень. Он толковый парень. Он абсолютно все понимает. Но вот это вот нелюбовь к Трампу, похоже, мешает. Да. По-моему, единственное. Ну, бывает, страдает. Поэтому тяжело. Но при всем при этом, смотри. Уже сейчас Фаучи говорит, что, ну, вакцина не всегда помогает. Дальше. Человек, сегодня выступал врач, кстати, на ФАКС. Такой достаточно молодой мужичок, такой бодренький, который сказал, ребята, а кто вам сказал, что с одного раза вы все станете вакцинированы и иммунизированы. Вполне возможно, что понадобится 3-4 раза вакцинирование. То есть, короче, ребята, вы нас к чему готовите? Вы готовите к тратить денег? Ну вот. Так вы скажите, сколько? Вот сегодня скажите, ребята, вы хотите выйти на улицу, на работу? Внесите в казну 200 долларов, допустим, да, ну, или сколько там, 2000 долларов. Внесите в казну, и мы вам дадим индульгенцию к тому, что вы можете делать, что вы хотите. Ну, почему это уже не сделать, если вы все хотите заработать? Давайте-ка принимаем звонок, а то люди пытаются, а мы не даем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Ислав. Здравствуйте, здравствуйте. Мне сказали сегодня, сенатор Раван Тон заявил, что таких дел, как Флинта, насчитывается, и мы уже звонили лойеры, с полдюзины. И они готовятся тоже подавать касацию. Но, однако, судья, который судит Флинта, он собирает комиссию. Да, он не собирает, давайте, да, Исаак, послушайте просто внимательно. Никто не собирает никаких комиссий. Это еще один повод дать возможность демократам облить грязью Трампа его администрацию и всех тех, которые на эту администрацию работал. Никакая это не комиссия. Ни к чему. Другая моя друзья суда. Да. Просто, чтобы вы поняли, этот же судья, Эммет Салвен, он, когда шел процесс юридический по обвинению Флына, поступило 25 заявлений от так называемых друзей Флына на то, чтобы его оправдать, на то, чтобы его признать невиновным. И вот этот судья отклонил все 25 касаций. Все 25. Ни одной не пропустил. А сегодня он собирает вот эти касации, но уже не друзей Флына, а не другов Флына. Вот о чем идет. Это чисто такая политическая игра. Я только не понимаю одно, Серега. Вот ты мне скажи. Неужели вот эта возня машинная стоит доброго слова человека, который в такой позиции, как федеральный судья? Ну неужели его, вот эта вся работа всей его жизни. Все легоси под смарт. А скажи мне, а судья, вот большой друг Обамы, которого в Техасе, который посадил женщину на 7 дней, 7 тысяч. Просто он большой друг. Ты понимаешь, это вот судья с идеологией, особенно с левой. Да. Ну это катастрофа. Это хуже, чем женщина с полицейским беджем. Они ни перед чем не становятся. Ни стыда, ни совесть, нет просто идеология. Как же надо вот... Ты посмотри, она вот... Мы хотим задушить экономику, мы хотим закрыть все, чтобы все рухнуло к ядрине матери, чтобы Трампа не переизбрали. А она тут, видите ли, видишь, детей ей кормить надо. Блин, ты придумала эгоистка. Давай развернем это на 180 градусов. Если бы республиканский судья... А, уже бы задолбали... Да его бы уже эпичнули 25 раз во сне. Понимаешь? Где республиканцы? Вот в чем вопрос. Где? Вот это одна трагедия на самом деле. Я уже, по-моему, об этом говорил, что... Ну, понятно, демократы, понятно, люди без стыда, без совести, достойные ученики Алинского, цель оправдывает средства, ни перед чем не остановятся, чтобы достичь собственной цели. Их позиция понятна. То есть я... Не то, что я ее принимаю. Нет, ну она понятна. Она вызывает у меня омерзение, протест, но она мне понятна. Но республиканцы первые два года, 16-й, 17-й, 17-й, 18-й год были в большинстве, в Конгрессе и в Сенате. И все это под их, так сказать, надзором происходило. Над Трампом издевались, как хотели, над всем его окружением издевались, как хотели. Эти расследования беспочвенные, безосновательные, кучу денег потратили. И все это проходило, когда Конгресс был под республиканцами. Это значит, о чем говорит? Это говорит о том, что такие республиканцы, как Пол Райан, ну еще там целая Плеяда. Потому что ты помнишь, после первых выборов, там 40 с лишним человек сразу на пенсию пошли, потому что побоялись, рыло в пуху. Так вот, к сожалению, в республиканцах... Я об этом говорил. Я говорю, республиканцы себя неплохо чувствовали в меньшинстве, продавая свои голоса. Их это вполне устраивало. Билл Гейтс выступал на Факсе после Трея Гауди. И, кстати, Трею подзаткнул по поводу того, что он молодец, он сейчас здорово говорит. А где, говорит, он был? А, кстати, говорит, он и Райан, мы просили их дать разрешение на повестки, чтобы прекратить, чтобы вытерчить этих людей, которые давали при закрытых дверях показания потом. Чтобы спросить, вот так, у тебя есть факты? Там, типа, я не знаю, Коми, Брэннона. И Пол Райан, и, кстати, и Трея Гауди сыграли тут такую роль. Они похерили эту идею. Они не позволили комитету, там, республиканским конгрессменам воспользоваться правом выписывать повестки. И это все сошло с рук банде Обамовской, которая сидела в ФБР, в ЦРУ, в Министерстве юстиции. И они продолжали этот шабаш. Они продолжали травить человека, за которого проголосовало 63 миллиона человек, президента, за которого проголосовала Америка. Причем проголосовала Америка, вот они говорят, ааа, за президента проголосовали дубы, необразованные, реднеки. Блин, да потому что люди, которые руками пашут на заводах, на фабриках, вы их продали. Политики их продали, корпорации продали. Они отдали работу китайцам. А на этих наплевали. Китайцам, мексиканцам. И они это поняли. И единственный, за последние десятилетия, там, я не помню сколько, кандидат, который вышел, сказал, послушайте, Америка first, меня избирают президентом Америки, они Европейского Союза или Китая, или там Франции, или еще чего-то. Поэтому я хочу, чтобы бизнес вернулся сюда, чтобы люди, которые живут здесь, получили работу. А теперь вспомню такую вещь. Линдзи Грамм, который сегодня так красиво все поет. А знаешь, почему? Потому что Макейн умер, я понимаю, его отпустили. Потому что выборы. В ноябре он должен переизбраться. Ты понимаешь? А, все, да, у нас реклама. Мы заговорились. Извините, друзья, буквально через пару минут вернемся и обязательно продолжим никуда не уходить. И с вами будем общаться и принимать звонки и отвечать на вопросы. Возвращаемся в программу «Народная трибуна» и, наверное, начнем с телефонных звонков. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. А, здравствуйте. Силадельфия вас беспокоит. Здравствуйте. А, Сергей, я хотел сказать, знаете, вся проблема этих демократов, что для них же не коронавирус важен, для них важен другой вирус, имя его Трамп, и уже четыре года они никак вакцину не найдут. И вся эта проблема сегодня обострилась. Раз. Такой раз. Слышите меня? Да, да, конечно. Второе. Я действительно стал соединиться в лучшем образовании, которое давали в СССР. Почему? Потому что, как вы сейчас сказали, 25% окажется думают иначе, чем мы с вами. Так, у них остались куриные мозги. В СССР они, конечно, сидели в конструкторское бюро, может быть, там кефир пили, им было хорошо, рот не открывали, а здесь они вешают лапшу своим согражданам. Они здесь кефир пьют, не хочет. Куда ведет эта марксистская, коммунистическая, социалистическая идея. Радует только одно, что есть 75% других, у которых все-таки мозги не испорчены, и они понимают, откуда они приехали. И хорошо понимают, куда они приехали. И они увидели весь этот ужас сегодня, который творится просто на наших глазах. Сегодня точка отчета. Либо мы пойдем в сторону прошлого, либо мы пойдем в сторону настоящего. И если это люди не понимают, пусть они на минуту перед зеркалом встанут, посмотрят в себе глаза и спросят, как они там жили. И что они вообще знают о Советском Союзе, о коммунизме, о социализме, о небожителях, которые нами управляли. Это все, я выливаю. Меня радует, что все-таки есть такое радио, как Чикагская радио, где абсолютно адекватные люди, трезвомыслящие, образованные, стараются просветить этих недоучек, этих юристов с экономическим образованием, этих юристов, которые здесь что-то получили. И они продолжают вдруг смело говорить о том, кто такой Трамп, а они не стоят даже его, я не знаю, ни мизинца, ни волоска. И это не потому, что с любовью к Трампу я просто за здравый смысл. Белое есть белое, черное есть черное. А то, что разведка творит, так я хочу вам напомнить, а вы об этом знаете. Еще Джач Наполитана, когда это все началось, высказал такую идею, и он, кстати, сказал, что меня за это еще будут бить, что весь этот процесс разведки был сделан через третьи страны, чтобы запутать это все. И для них ужас, что все-таки это распутывает, это радует, что хоть какая-то маленькая сила все-таки борется против этого мракобесия, которое мы сейчас наблюдаем. Потому что это невозможно смотреть, слушать, наблюдать, потому что это противоречит всей идее создания этой страны. Это сто процентов. Я думаю, что вы согласитесь. Конечно, согласен. Абсолютно. Человек... Нам все время говорили там, что... И мы знали, что страна это дает каждому возможность достичь того, чего он мечтает. И вот появился человек, который вдруг действительно хочет... У меня книга 86-го года стоит Трампа, где он еще тогда писал, Америка Ферст. И вдруг он выскочил. И вдруг из этого болота бюрократического вышел не тот... С другого места вышел человек, а с болота с их него никто не вышел. И все. И топят, и топят, и топят. На всех уровнях. На всех. Это что, я не повторяю что-то новое, вы все время об этом говорите. То есть сама идея достижения чего-то здесь ставится под сомнение, потому что бюрократия пронизала эту страну, она больная сто процентов. Больная коммунизмом, социализмом, либерастами. Ну, дальше я не хочу уже говорить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Силу не тоже это... Понимаю. Просто это хуже. Понимаю. Ноября, и сейчас действительно сильнее, больше волнуюсь, чем раньше, в первый раз. Да. Потому что это уже, как говорят на Украине, за НАТО. Это уже перешло все границы. А мы знаем пословицу, что за НАТО, то на здраво. Да, да, мы знаем, потому что все-таки мы не имеем, я думаю, что куриные мозги остались у тех 25%, которые на других радио, в Чикаго, кстати, вот здесь, в Филадельфии, пытаются рассказать, какой Трамп идиот. Примерно так. Да, спасибо большое. Вашего Чикаго, да, которых, видно, на вашем эфире, они не бывают, да, они здесь на Филадельфийском радио пытаются рассказать, какой он идиот, и все, что он делает, это идиотисты. И это говорят юристы. Да. Да, 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 да. Спасибо вам огромное. Вы должны идти дальше. Спасибо. Очень приятно, что в Филадельфии нас тоже слышат и понимают. Спасибо вам. Спасибо, ребята, за ваше радио. Спасибо. Спасибо большое. Ну, да, по поводу коммунизма, социализма, это трехтриллионный Билл, трехтриллионный Билл, который предложила Нэнси Пелоси, там, 1800, что ли, страниц. 1800 страниц. Значит, они позаботились о всех в этом Билле, они позаботились о китайцах, о нелегалах, о плент-пэрентхуд, о нарихуанистах. А 60 с лишним раз упоминается геннобис. То есть, они, ну, правда, они немного хотят дать денег семьям, там, скажем, 6000 долларов на семью. Должен же. По сравнению с тем, что они... Подожди, 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 до 6000 долларов на семью, чтобы они могли пойти за угол, там, в магазин и купить травки, покурить, покурить. С этой целью дается все. В общем, лоббистам, миллионерам, всем, всем, всем предусмотрели. На поддержку малого бизнеса порядка 100 миллиардов. Из трех триллионов порядка 100 миллиардов на поддержку бизнеса. Триллион этим засор... Этим выдающимся гением Притцкеру, Шмидцкеру, Куома и Нюссому. И там еще в... Господи, в этой социалистической республике Регон. В общем, людям, которые разворовали деньги, ну, не то, что они там взяли из казны и украли, и в карман положили, нет. Они разворовали, в том смысле, там, раздали заказы какие-то там... Подписали контракты с Юниенами. Со своими командами. Те, в свою очередь, им дают денег, миллионы долларов на избирательные кампании. Ну, все равно разворовали, считай. То есть, за наши кровные деньги они купили себе, так сказать, поддержку, получили денег, выбрались и продали нас с потрохами. Китайцам, шмолайцам, шмолайцам, нанайцам. В общем, все, что хотите. И вот в этом биле триллион долларов предусмотрен для таких, как Притцкер, чтобы они еще больше поворовали. И они говорят, что работать не надо. А нахрена работать? Мы вам дадим, мы не работаем. Вот вам двушка в месяц. Идите на выборы и голосуйте за нас. Голосуйте за нас. Работать не надо. Зачем работать? Мы позаботимся. Медицину мы вам сделаем бесплатную. Денег мы вам дадим. Сидите и не работайте. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь... Ну, то есть, люди-то, понятно, получить денег в этой ситуации, когда 20-30 миллионов человек, более 30-ти, потеряли работу. Я их понимаю. Они на что-то жить должны. А еще те, которые потеряли бизнесы, я не знаю, до сих пор можно ли там были какие-то заморочки, что вроде разрешили подавать на пособие безработицы для self-employed, а потом оказалось там забрали. Не так, не так все просто. Попробуй добейся этой штуки. В общем, я людей понимаю, которые с радостью принимают, потому что от безысходности. Ты знаешь, людям, ну, Сереж, нормальные люди... Это нормальный человеческий... Это инстинкт самосохранения, понимаешь? Да мне уже пофиг, кто мне даст эти деньги. Демократы, республиканцы. Абсолютно. Мне семью надо кормить, понимаешь? Абсолютно. Вот на что это все рассчитано. Но они-то, мало того, что они как бы покупают голоса таким образом, они же меняют полностью страну. Да? Они меняют избирательное право. Они меняют... Сережа, а изменения стоят денег? Они меняют избирательное право в этом биле. Они меняют иммиграционные законы в этом биле. И так далее. В общем, там столько... Там такая лево-радикальная адженда, заложенная в этот билл. То есть большевики и идиоты в свое время... Ну, правда, их поддержали вот такие образованные юристы. Дворянство, юристы такие, голубая кровь. Вот как у нас на Норшоре вот живут там, вроде люди не последние, так сказать, не реднеки, а поддерживают это идиот. Там Савва Морозов, он есть, был там на заре революции. То есть интеллигенция поддержала прогрессивное движение. Потом, правда, на столбах болтались. О! Болтались на столбах. Вот это народ забывает. Абсолютно. Что произошло вот с этими подгавкилами? Они историю не учат. Поэтому в школах историю не преподают. Поэтому в школах им сказки рассказывают. О процветании при социализме. О справедливости этой системы. Поэтому количество дебилов на квадратный акр просто поражает. Так вот, все это заложено в этом законе. Я уверен, что навряд ли он правил. Мне кажется, может, я слишком уверен в республиканцах. Нет, в таком виде он не пройдет. Но, значит, они сыграют тогда другую мульку. Вы посмотрите, как эти проститутки на СНН, НМС, НБС, АБС, СБС, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Кампост будут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю рассказывают, какой Трамп злодей, какие республиканцы гады и негодяи. Мы хотели помочь, мы 3 триллиона денег хотели дать вам, народу, который сейчас страдает. А эти сволочи, они зарубили этот билд. Хотя в этом били, я еще раз говорю, на поддержку малого бизнеса 100 миллиардов из 3 триллионов. Значит, я сегодня слушал по дороге на работу, слушал нашу WLS. Ну, слушал я, потому что там Крис Плэнт, потому что там Раш Лэнбо, но в промежутках там дают новости местные, да, local news и так далее. Значит, вот даю всем наметку на то, как вам преподносят вот этот вот мусор, про который говорит Сережа. Значит, объявление шло так. Сегодня в Конгрессе обсуждается вопрос о трех триллионной помощи населению, малому бизнесу и безработным для того, чтобы как-то поддержать это население в наше тяжелое время. Я цитирую, я специально запомнил эту формулировку. Вот так вам преподносят мусор, под видом которого вам будут говорить, что как? Вы посмотрите, мы, вон, Нэнси вам же сказала, что все должно быть по-честному. Мы должны заботиться о нашем народе, мы должны заботиться. И вот, пожалуйста, и вот вам республиканцы, которые против... Оно так и будет, но, ребята, пользуйтесь своей, прошу прощения, башкой, когда вы это слышите. 25% русскоговорящих, которые, но мадер вот, будут голосовать за демократов, они этого не хотят понимать? Нет, они хотят понимать, они специально это делают, потому что вот эта двушка денег на семью, понимаешь, для них это решит вопрос. Может быть, а кто-то... Ну, то есть, у людей как бы... Нет, но этот мотив непонятен. То есть, люди действительно оказались. Причем, это удивительно, они сначала заставили закрыть, а теперь они ему солят и рассказывают историю о том, что безработных столько... Как будто, как будто это вот, знаешь, Трамп что-то сделал, и началась безработица. И просто, да, экономика упала, и безработица... Хочется... Человек три года восстанавливал экономику, причем достиг колоссальных результатов, все это вынуждены признать. Даже эта там слабоумная на CNN вынуждена была признать один раз, что действительно экономика такая-вот такая. Вот. Человек три года строил экономику, выводил страну, так сказать, на передовые позиции. Ситуация менялась. За многие десятилетия впервые начала расти заработная плата, причем в самом низу начала расти. И причем внизу она начала расти быстрее, чем вверху. Ну, потому что, конечно, в абсолютном цифрах разные. Там, кто получал миллионы, кто получал там 20 тысяч. Понятно, что абсолютная цифра разная, но в процентном отношении, те, кто внизу, у них зарплата росла быстрее, чем те, которые наверху. Это за многие десятилетия. И раз, там, за шесть недель грохнули все. Уже и так все грохнули. И на этом не останавливаются. А ты мне скажи. Тогда ответь на мой вопрос. Почему он сделал так? Нет. Почему мы обвиняем во всем демократов, что они обвалили эту экономику, они закрыли страну, а республиканцы где были? Где были республиканцы, которые слушали того же Фаучи, которые слушали ту же Беркс, у которых не было достаточно... Сейчас отвечу. Давай, расскажи. Значит, на самом деле, я думаю, что Трамп понимает, какую роль играет Фаучи. Так. Я думаю, что он понимает. И? И, если он его уволит, а на сегодняшний день Фаучи, самый популярный человек в этой стране, посмотри рейтинги. Если бы он его уволил, то это вложило бы в руки Шифа, Недлера и Клейборна, и Пелоси такую козырную карту. Какую? Толпата дебильная. Какую? Вот скажи мне. Они бы им объявили... Смотри, он Коми уволил? Уволил. Они бы... Правильно, и расплачивается за это. Да, но он расплачивается, но тем не менее все шло нормально. Объясни мне такую вещь. Почему сделали из двух врачей самых главных людей в Америке? Сделали. Правильно говоришь. Кто? Мидия, ты посмотри на реакцию людей, на публику. Общественное мнение так называемое. Да. А публика знаешь, что спрашивает? И причем так, когда выходит Пелоси, Шмолоси и прочие дегенераты, и говорят о том, что Трамп не прислушивается к специалистам, не слушает специалистов, не слушает специалистов. Этот давал показания, выступал Фауч, и он задает вопрос, скажите, а Трамп вот не слушается вас? Нет, вот я сказал, что надо там закрыть то-то. Он закрыл. Я сказал, что надо... Они на это внимание обращают. Они все равно талдычат свое, и они вбивают в эти мягкие головы эту идиотскую мысль. Отсюда вопрос. Если они все равно талдычат, почему нужно было ставить Америку на колени? Смотри, еще раз. Мы боялись терроризма, мы боялись социализма, мы боялись коммунизма китайского, японского и так далее. И что? Толь, ну этот шабаш пошел ведь по всему миру. Ты посмотри. Даже и все остальные. И остальные страны... Но никто Фаучи не слушал. И страны выходят из кризиса. И остальные страны, европейские страны, для того, чтобы избавиться от Трампа, закрыли нахрен свои страны. Потому что для них он такой же враг. Он же им кислород перекрывает. Ну да. Это Америка first. Да. Давай-ка, ты и звонок отучи. Давай. Добрый день, вы в эфире. Периспорь, да, народ. Добрый день, Толик. Это Зорик. Послушай, я просто хочу сказать мое мнение. Страшнее, чем коронавирус. Это заболевание мозга у людей, которые поддерживают демократов. Да. Мне кажется, что это клиника. Абсолютно. А насчет Фаучи, я тут на Фейсбуке был так меня за то, что я репостал пост против... Ну, который Фаучи. Да-да-да. Критиковал. Они меня на 30 дней закрыли. Ну, естественно. Так что ничего. Просто коронавирус – это ерунда. Вот заболевание мозга клиническое в большинстве граждан Америки. Ну, не в большинстве, а в меньшинстве. В значительной части. Вот это вот серьезная проблема. Да. Согласен. Спасибо, Зорик. Добрый день. Добрый день. Я пыталась вчера слышать, слушать, как этого Фаучи допрашивали. Это было невозможно. Они просто его клевали. Они его забивали. Они давали ему сказать то, что он хотел сказать. Они просто вели свою линию, красили да или нет, да или нет, и все. Он пытался объяснять, он пытался говорить, он пытался хоть что-то, хоть как-то. Он совершенно... Они представляют его мнение, по-моему, с точностью да наоборот. Понятно. Спасибо. Да, спасибо большое. Все, к сожалению, времени больше не осталось. Друзья мои, еще раз всем, всем, кто поддержал нас, в том числе и материально, спасибо огромное. Это дает нам возможность каждый день выходить в эфир, общаться с вами, обсуждать какие-то темы и, может быть, может быть, как-то... Продерживаясь. Дает какую-то надежду. Ты знаешь, я вот помню, как лежал в госпитале накануне выборов в шестнадцатом году. И там этот СНН, блин... Да. Хотелось умереть. У меня такая депрессухая. Я не знал, что мне делать, куда деваться. Как бы спать не могу. Оно идет и идет. Такая... И вот это все выливается, выливается. У меня крутила, крутила, крутила. И потом уже, конечно, я, когда вышел на свободу, отдал. И поэтому мы, может быть, для кого-то являемся вот этим... Слегком. Две недели на корабле. Я слушал СНН. Две недели. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok